Приветствую всех, кто встречает Новый день с нами. В эфире Вести утро Кабардино-Балкария в студии Лейла Махова. 23 тысячи новых мест появятся в студенческих общежитиях по всей стране в ближайшие 4 года. Создавать их будут из расчета 20 квадратных метров в общей площади на человека. Это одно из требований, которые содержатся в программе развития образования на 2016-2020 годы, сообщает российская газета. Кроме того, для студентов с ограниченными возможностями здоровья значительно повысится уровень доступности различных направлений профессиональной подготовки не менее 50% от всех возможных. А почти половина школьных педагогов должны освоить методику межпредметных технологий. Иными словами, это синтез нескольких школьных предметов в одном. К примеру, использование на уроках литературы исторических фактов. Также будет составлен список из 200 самых инновационных школ для обмена опыта. Что касается дошкольного образования, тут большие надежды возлагаются на государственно-частное партнерство. При этом государство берет на себя обязательство обучить новым методикам преподавания 95% работников детских садов, говорится в концепции развития образования. В поселке Терскол приступили к подготовке очередной вахты памяти и мероприятиям, посвященным 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В последние годы здесь, на территории воинского мемориала, проходят церемонии по перезахоронению останков советских солдат, погибших в районе Эльбруса. В рамках вахты памяти в этом районе только в прошлом году были обнаружены тела 32 солдат, числившихся пропавшими без вести. Их придадут земле после проведения экспертизы. Медсестрам расширили круг обязанностей. С начала года в работе поликлиник появятся организационные новшества. Чтобы разгрузить врачей от бумажной и не требующей высокой квалификации работы, расширены функции медицинских сестер, пишет интернет-портал РИА Новости. До сих пор врач на приеме был обязан заполнить карту, журнал наблюдений, паспорт своего участка обслуживания и еще несколько ведомостей и бумаг. Это отнимало львиную долю времени, отведенного на прием, а на осмотр пациента оставалось всего несколько минут. Теперь доктор будет заполнять только амбулаторную карту и врачебное заключение, а также выписывать рецепт. Все остальное отойдет к обязанностям медицинских сестер. Как считают специалисты Минздрава, на заполнение документов врач будет тратить вдвое меньше времени, а значит сможет уделять пациенту гораздо больше внимания. В Прохладницкой школе искусств подвели итоги прошедшего года культуры. Главным достижением 2014-го здесь называют победу в общероссийском конкурсе 50 лучших детских школ искусств. Сегодня на базе учебного заведения работают 19 творческих коллективов, говорит директор Наталья Перегуда. Основной контингент 670 детей и еще более 100 малышей обучаются по программе раннего эстетического развития. Сейчас в школе более 45 кабинетов для индивидуальных занятий на музыкальных инструментах, фортепиано, скрипке, флейте, гитаре, народных. В больших классах проходят групповые занятия по сольфеджио, музыкальной литературе, основам художественной культуры. Есть хоровая и театральная аудитории, классы живописи и хореографии. В школе три зала – большой концертный на 200 зрителей, камерный на 150 мест и малый на 60. Посетителей принимает специализированная библиотека с большим фондом портитур, пластинок, аудио- и видеозаписей и справочной литературой. Детей все больше и больше удивляются наши коллеги, как вы такие наборы делаете. А потому что они чувствуют, что здесь интересно, потому что они чувствуют, что они выступают. У нас концертов одних более 400 за этот год, 14-й. У нас есть чем гордиться и самое главное, что мы влились в тот поток культуры, которая демонстрировалась на всех уровнях именно в нашей Кабардино-Полкарии. За 56 лет школа выпустила более 2,5 тысяч воспитанников. Сегодня здесь работают 66 преподавателей, среди них 38 – собственные выпускники. К этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующем. Не переключайтесь. Новый день с нами в эфире «Вести утро Кабардино-Балкария» в студии Леи Ломахова. 23 тысячи новых мест появятся в студенческих общежитиях по всей стране в ближайшие 4 года. Создавать их будут из расчета 20 квадратных метров в общей площади на человека. Это одно из требований, которые содержатся в программе развития образования на 2016-2020 годы, сообщает российская газета. Кроме того, для студентов с ограниченными возможностями здоровья значительно повысится уровень доступности различных направлений профессиональной подготовки, не менее 50% от всех возможных. А почти половина школьных педагогов должны освоить методику межпредметных технологий. Иными словами, это симптез нескольких школьных предметов в одном. К примеру, использование на уроках литературы исторических фактов. Также будет составлен список из 200 самых инновационных школ для обмена опыта. Что касается дошкольного образования, тут большие надежды возлагаются на государственно-частное партнерство. При этом государство берет на себя обязательство обучить новым методикам преподавания 95% работников детских садов, говорится в концепции развития образования. В поселке Терскол приступили к подготовке очередной вахты памяти и мероприятиям, посвященным 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В последние годы здесь, на территории воинского мемориала, проходят церемонии по перезахоронению останков советских солдат, погибших в районе Эльбруса. В рамках вахты памяти в этом районе только в прошлом году были обнаружены тела 32 солдат, числившихся пропавшими без вести. Их придадут земле после проведения экспертизы. Медсестрам расширили круг обязанностей. С начала года в работе поликлиник появятся организационные новшества. Чтобы разгрузить врачей от бумажной и не требующей высокой квалификации работы, расширены функции медицинских сестер, пишет интернет-портал РИА Новости. До сих пор врач на приеме был обязан заполнить карту, журнал наблюдений, паспорт своего участка обслуживания и еще несколько ведомостей и бумаг. Это отнимало львиную долю времени, отведенного на прием, а на осмотр пациента оставалось всего несколько минут. Теперь доктор будет заполнять только амбулаторную карту и врачебное заключение, а также выписывать рецепт. Все остальное отойдет к обязанностям медицинских сестер. Как считают специалисты Минздрава, на заполнение документов врач будет тратить вдвое меньше времени, а значит сможет уделять пациенту гораздо больше внимания. В Прохладницкой школе искусств подвели итоги прошедшего года культуры. Главным достижением 2014-го здесь называют победу в общероссийском конкурсе 50 лучших детских школ искусств. Сегодня на базе учебного заведения работают 19 творческих коллективов, говорит директор Наталья Перегуда. Основной контингент 670 детей и еще более 100 малышей обучаются по программе раннего эстетического развития. Сейчас в школе более 45 кабинетов для индивидуальных занятий на музыкальных инструментах, фортепиано, скрипке, флейте, гитаре, народных. В больших классах проходят групповые занятия по сольфеджио, музыкальной литературе, основам художественной культуры. Есть хоровая и театральная аудитории, классы живописи и хореографии. В школе три зала – большой концертный на 200 зрителей, камерный на 150 мест и малый на 60. Посетителей принимает специализированная библиотека с большим фондом портитур, пластинок, аудио- и видеозаписей и справочной литературой. Детей все больше и больше удивляются наши коллеги, как вы такие наборы делаете. А потому что они чувствуют, что здесь интересно, потому что они чувствуют, что они выступают. У нас концертов одних более 400 за этот год, 14-й. У нас есть чем гордиться и самое главное, что мы влились в тот поток культуры, которая демонстрировалась на всех уровнях именно в нашей Кабардино-Полкарии. За 56 лет школа выпустила более 2,5 тысяч воспитанников. Сегодня здесь работают 66 преподавателей, среди них 38 – собственные выпускники. Это была последняя информация. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на телеканале «Россия».